Открыть наш симпозиум, который посвящен онкологическим заболеваниям органов пищеварения у больных с сахарным диабетом. Мне хотелось, так скажем, задать вопрос такой. Сахарный диабет и онкологические заболевания, они рассматриваются как просто сочетание двух сложных тяжелых патологий. Или онкология при сахарном диабете и онкогенез имеют свои клинические особенности. Итак, первое, не работает эта указка почему-то. Итак, сахарный диабет, онкологические заболевания органов пищеварения. В чем их отличие? Прежде чем понять, какие же особенности и существуют ли они вообще, онкогенеза гастроэнтологических заболеваний при сахарном диабете, мне хотелось напомнить и обратиться к истокам тех ученых, которые все-таки явились основоположниками тех теорий, которые на сегодняшний день приняты в мире. Итак, заболеваемость раком у больных с сахарным диабетом на 25% выше по сравнению с лицами без диабета. И наиболее высокая заболеваемость раком печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, толстой кишки, желудка, пищевода и раком почки. Есть еще одна причина, которая имеет некоторые доказательства того, что пациенты, использующие определенные группы сахароснижающих препарат, в частности инсулин, дискутабельный вопрос, может иметь определенные риски развития или прогрессирования онкологических процессов. Это не касается больных с сахарным диабетом первого типа. Если у них и встречаются онкологические заболевания, то на первом месте, как правило, выявляется рак поджелудочной железы. У истоков, так скажем, канцерогенеза наиболее принятая теория – это теория Бавери Теодора, который озвучил свою концепцию, свою лекцию на собрании нобелевских лауреатов еще в 1914 году и высказал предположения о том, что нарушения в хромосомах могут приводить к возникновению рака. Эти предположения были исследованы и доказаны в течение многих лет различными учеными, и было показано, что из одной опухолевой клетки может возникнуть, так скажем, целый конгломерат опухолевых образований. Мутационная теория, так называемая, которая была предложена Бавери, она сменилась новой теорией, не столько мутации, сколько изменения конфигурации хромосом. Это так называемая теория о неоплодии. В чем она заключается? Автор Питер Дюсберг, ученый из Калифорнийского университета, сказал и озвучил свою теорию, согласно которой не столько мутации, сколько изменения длины, величины и кратности хромосом в клетке, может вызывать онкогенез. Это имеет большее значение, чем сам факт мутации. И еще одно важное положение в этой теории – это высказывание академика Васильева Юрия Марковича, который считал, что между нормальными и трансформированными фенотипами клетки возможны обратимые переходы, вызываемые внешними факторами, но управлять, к сожалению, эффективно этими, так скажем, переходами и трансформацией этого процесса до настоящего времени пока не представляется возможным. В чем же отличие онкологических заболеваний вообще не только органов пищеварения у больных с сахарным диабетом? Основоположник Отто Варбург, который в 1924 году озвучил свою теорию о том, что биохимизм клетки обычной и клетки онкологической при развитии рака совершенно осуществляется по разным путям. Гипотеза, предложенная Отто Варбургом, звучит так, что основная причина рака у больных с сахарным диабетом – это замена дыхания кислорода в нормальных клетках на ферментацию сахара. И основной причиной возникновения этих мутаций и возникновения рака у больных с сахарным диабетом – это повреждение митохондрии. Он даже в какое-то время называл рак при сахарном диабете митохондриальной болезнью. Особенность метаболизма раковых клеток – вырабатывать основную часть энергии за счет расщепления глюкозы в цитоплазме в процессе глюколиза. Нормальные клетки вырабатывают основную часть энергии в процессе окислительного фосфолирирования в митохондриях. Механизмы реализации онкогенного потенциала при сахарном диабете – это не только атипичный или своеобразный биохимизм раковой клетки при диабете, но и своеобразный рецепторный путь. А именно, инсулин стимулирует, вы это, наверное, все хорошо знаете, рост раковых клеток, главным образом, за счет большого количества инсулиновых рецепторов. И во многом, во многих раковых клетках происходит гиперэкскреция инсулиновых рецепторов. При этом преобладают его определенные формы, а именно альфа-изоформы по сравнению с Б-формами, которые обладают большими мутационными факторами. Через инсулиноподобный фактор роста проистекает активизация и усиливаются мутационные процессы. И в этом ключевое звено играет печень, которая не вырабатывает в условиях гипергликемии и гиперинсулиномии достаточного количества белка, который бы связывал инсулиноподобный фактор роста. И в этом заключается еще одно своеобразие онкологических заболеваний у больных с сахарным диабетом. Следующее положение. Несколько неожиданные сценарии. Мы привыкли считать, что оксид азота о перекисном окислении липидов нам все известно. Свободные радикалы являются, так скажем, многофакторным повреждающим агентом. Но вот то, что касается оксида азота, который мы привыкли считать молекулой с определенными положительными вазоактивными свойствами, оказывается, что в условиях усиленных процессов перекисного окисения липидов и наличие активированных кислородных метаболитов может рассматриваться как универсальный инструмент опухолей трансформации. Оксид азота по разным литературным данным в больших количествах может подавлять онкогенез, а в малых количествах может его стимулировать. Поэтому здесь так называемый закон синергетики клетки, когда один и тот же агент или один и тот же биохимический фактор может играть разную и положительную, и отрицательную роль. Какие же факторы риска онкологических заболеваний органов пищеварения у больных с сахарным диабетом? Прежде всего генетическая дестабилизация, о которой я говорила. Мутации, теория аневоплодии, хромосомная деструкция и аномалия хромосом. Далее, это инсулинорезистентность, ключевой фактор, который запускает весь каскад тех процессов, с которым связан онкогенез. Хроническое субклиническое воспаление, соединительно-тканная дисплазия. Этому вопросу в настоящее время уделяется очень большое значение и влияние в процессах изучения онкогенеза. Далее, холестерин ассоциированные заболевания, казалось бы, с какой стороны, но тем не менее, сейчас неалкогольная жировая болезнь, которой связан и холестероз желчного пузыря, не бывает желчно-каменной болезни, холестероза желчного пузыря без нарушения биохимизма в печени. Далее, желчно-каменная болезнь, рак желчного пузыря, хологенный рак, в истоке лежит неалкогольная жировая болезнь печени. То есть тем самым еще одна ипостась НАШП. Мы говорили о НАШП как о безобидном заболевании, как о факторе риска дислепидемии, как о факторе риска сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня мы говорим о том, что неалкогольная жировая болезнь печени является одним из главных и, так скажем, доминирующих факторов развития гепатоцеллюлярной карциномы. Далее, мета-анализы клинических испытаний показывают связь сахарного диабета с риском развития рака в отношении двух главных авторитетов – печени и поджелудочной железы, аденокарциномы. Это следовало бы ожидать, потому что реализация инсулинорезистентности осуществляется на уровне гепатоцита и на уровне панкреатоцита. Это относится в особенности к больным с сахарным диабетом второго типа. Вопросы, касающиеся больных с сахарным диабетом первого типа, они дискутабельны и большой доказательной базы нет, кроме того, что отмечена предрасположенность к раку поджелудочной железы у больных с сахарным диабетом первого типа. Что еще хотелось сказать, что не только заболевания органов пищеварения, такие как печень, гепатоцеллюлярная карцинома и рак поджелудочной железы, но и целый ряд других онкологических процессов, связанные с наличием у больного неалкогольной жировой болезни печени. Итак, гепатоцеллюлярная карцинома, мы не говорим о первичном раке, мы говорим о гепатоцеллюлярной карциноме, это одна из форм пяти раков, является шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, наиболее распространенной причиной смерти вследствие развития опухолевого процесса, гиперинсулиномия, повышение уровней инсулиноподобного фактора роста 1 играет ключевую роль в пролиферации ингибируя апоптос, содействует канцерогенезу в печени. Это основной механизм такого частого распространения гепатоцеллюлярной карциномы у больных с сахарным диабетом. Кроме того, неалкогольная жировая болезнь печени является главным связующим звеном между сахарным диабетом, гепатоцеллюлярной карциномой и метаболическим синдромом, увеличивая риск развития фиброза, цирроза печени и как исход гепатоцеллюлярной карциномы. По данным фракционного большого анализа популяционного, риски выявления в Соединенных Штатах в 2010 году было проведено исследование. Борьба с сахарным диабетом и ожирением оказывает более значительное влияние на заболеваемость гепатоцеллюлярным раком, чем излечение от вирусных гепатитов. В предыдущий симпозиум об этом говорили и Бакулин, профессор, и Ильченко о том, что излечение от вирусов, так скажем, имеет меньшее значение с точки зрения распространенности, осложнений, чем ожирение и сахарный диабет. И печень играет важную роль в метаболизме глюкозы, всем это известно, и поэтому далеко зашедшие заболевания печени нередко сопровождаются высокой инсулинорезистентностью. Статистические данные в Российской Федерации. Российская Федерация может быть отнесена к странам со средней заболеваемостью гепатоцеллюлярным раком. 4-5 человек на 100 тысяч населения. Это 13-е место в структуре онкологической заболеваемости. И 11-е место среди причин смерти. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется более 6 тысяч новых случаев заболевания гепатоцеллюлярным раком. Если говорить о распространенности неалкогольной жировой болезни печени, с которой связывают значительную распространенность онкопроцесса, в частности не только печени, поджелудочной железы, но и другой локализации, то значительных каких-то убедительных многоцентровых исследований, кроме того, которое представлено исследование ДИРК, в Российской Федерации не существует. Но даже то, что вот сейчас представлено, мы видим, что сколько больных страдает с диабетом и какое сальное количество больных с сахарным диабетом к 2030 году будет в России, 90% из них, этих больных, имеют, так скажем, неалкогольную жировую болезнь печени в стадии то ли стеатоза, то ли стеатогепатита или сроза печени. У пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом в 6 раз чаще развивается гепатоцеллюлярная карцинома, в 2 раза чаще развивается колоректальный рак у мужчин и женщин рак молочной железы. И очень важное исследование провели ученые из Сеульского Корейского университета, которые показали, что выявлена связь не только между неалкогольной жировой болезнью печени и гепатоцеллюлярной карциномой, но также и с экологическими заболеваниями, в частности рак толстой кишки, рак молочной железы. И заболеваемость раком в группе СНАШП на 32% выше, чем у пациентов, не страдающих неалкогольной жировой болезнью печени. То есть, если диабет и НАШП, то заболеваемость практически на треть увеличивается в этой категории больных. И еще один важный вывод, который был сделан учеными из Сеульского университета, результаты этого исследования свидетельствуют о том, что пациенты с НАШП, они не могут быть так оценены легковесно, как сейчас, это до настоящего времени звучит в истории болезни. Стеатус. У кого из больных с лишним весом, с избыточным весом или с диабетом, не звучит ультразвуковой диагноз или клинический диагноз, неалкогольная жировая болезнь печени. И сейчас этому диагнозу уделяется более глубокий смысл, предается, потому что и он требует, вот наличие неалкогольной жировой болезни печени, требует междисциплинарного консилиума. При этом необходимо уделять особое внимание риску развития рака и выяснять, какие же формы рака чаще связаны с неалкогольной жировой болезнью печени, акцентируя внимание на огромном потенциале онкологическом неалкогольной жировой болезни печени и раком. Рекомендации Европейского общества по изучению печени и Европейской организации по исследованиям печени и развития рака по скринингу. Скрининг играет важную роль в профилактике и ранней диагностике. Все пациенты с циррозом печени класса А и Б по Чайл Пью требуют обязательного скрининга. Пациенты с циррозом печени класса С по Чайл Пью, ожидающие трансплантации, пациенты с активным гепатитом Б без цирроза или гепатоцеллюлярной карциномой в анамнезе требуют проведения скрининга. Особое внимание должно уделяться тем больным, у которых выявляется фиброз третьей и четвертой степени, а также вирусные гепатиты В и С. Эффективность тренинга позволила снизить смертность от гепатоцеллюлярной карциномы на 37%. Наблюдение в динамике имеет большое значение для ранней диагностики гепатоцеллюлярной карциномы. Группы риска. Пациенты с циррозом печени, у которых при УЗИ выявляются узлы не менее 1 см в диаметре, в течение первого года требуют каждые 4 месяца проведения ультразвукового исследования. Пациенты с циррозом печени при узлах 2 мм должны быть обязательно пунктированы и подвержены биопсии печени, потому что биопсия печени на сегодняшний день все-таки международными экспертами признана золотым стандартом в диагностике НАШП и, естественно, гепатоцеллюлярной карциномы. У пациентов с циррозом печени узлами диаметра более 3 см необходимы повторные биопсии и в некоторых случаях дополнительные морфологические исследования. Патоморфологический диагноз гепатоцеллюлярной карциномы основан на рекомендациях международной консенсусной группы при дефицировании диспластических очагов и от ранней стадии гепатоцеллюлярной карциномы. Рекомендуется эмунологическое исследование, конечно же, гистологическое исследование и дополнительное окрашивание гистохимическое для выявления признаков клеток предшественников гепатоцеллюлярной карциномы. Хотелось обратить внимание на том положении, когда мы говорим о патогенезе неалкогольной живой болезни печени. Мы рассматриваем два фактора. Это активация процессов полной экспрессии системы цитрахома P450. В настоящее время огромное влияние и огромное внимание уделяется изучению, так скажем, нарушений микробного сообщества, эндотоксинопосредованному увеличению процессов перекисного окисления липидов в диагностике гепатоцеллюлярного рака. Новые маркеры прогрессирования НАШП, неалкогольного стеатогепатита и цирроза печени. Существующие до сих пор трансаминазы, билирубин, опросники, они не дают полной информации. Новые маркеры, по которым мы можем говорить о прогрессировании НАШП, это метилглиоксаль, это ретинол, связывающий протеин, это белки множественной лекарственной устойчивости. И этот феномен множественной лекарственной устойчивости имеет очень большое значение, поскольку мы не можем полноценно проводить лечение ни сахарного диабета, ни назначать гепатопротективные препараты, ни лечить неалкогольную и жировую болезнью, ни многие другие заболевания. Далее, П-гликопротеид, основной белок, транспортер множественной лекарственной устойчивости. Наличие филадельфийской хромосоны как одного из предикторов возможного развития гепатоцеллюлярной карциномы. Ну и защитный белок ТРВ4, который может в какой-то степени противодействовать онкогенезу печени. Было в свое время положительным таким моментом внедрение в практику клиническую фибромакса. Но мы могли его использовать только как скрининг. Мы могли оценить степень стеатоза, степень фиброза, степень воспаления. Но заглянуть в глубину тех процессов глубинных морфологических этот тест не позволяет. Как скрининг – да. Но те изменения, которые получены при биопсии печени, никакой существующий неинвазивный метод не дает информации. Данные нашего института еще 2006 года получили своеобразную картину печени, которая не встречается ни при одном другом заболевании печени, а именно наличие оптически пустых ядер и наличие пролиферации дукту. Следующая патология – это холангия карцинома, рак желчных протоков. По последним данным, холангия карцинома увеличилась ее распространенность на 60% у больных с сахарным диабетом. Возможно, повышение рака желчеводящих путей связано с образованием и частым наличием у больных с сахарным диабетом желчнокаменной болезни. И я никогда не думала, но вот анализируя литературные данные, наличие желчнокаменной болезни, оказывается, тоже может рассматриваться как предиктор инсулинорезистентности. Эта болезнь в 6 раз чаще поражает женщин по сравнению с мужчинами, фактора риска – хронические инфекции желчеводящих путей и, конечно, наличие камней. Мета-анализы 12 наблюдений, больших, многоцентровых, более 80 тысяч пациентов было обследовано, показали, что желчнокаменная болезнь – это та стадия, которую мы диагностируем, предшествовала наличию желчнокаменной болезни и, как правило, всегда сопровождается неалкогольной жировой болезнью печени с театозом. И не может желчный пузырь сам, так скажем, синтезировать все то, что в нем мы находим при оперативном лечении, поэтому не бывает, и это сейчас широко обсуждается, желчнокаменные болезни, как самостоятельного заболевания без нарушенного метаболизма печени. И проведенные исследования в нашем институте, профессор Морозов, который сейчас здесь так говорил о альтернативных формах возникновения рака, другие вирусы, было проведено исследование, которое показало, что практически у всех больных, у которых были папиломы, полипы, аденомиоматоз, желчнокаменная болезнь, у всех у них процесс начинался с передуктального фиброза, с пролиферации дуктул, с выраженного стеатоза, с театогепатита. Была защищена диссертация, были опубликованы множество работ о том, что не бывает желчнокаменной болезни без, так скажем, метаболических заболеваний печени. И, наконец, рак поджелудочной железы, который является причиной смерти 227 тысяч человек в год. Это какая цифра? И самое ужасное то, что это относится к одному из самых злокачественных опухолей, и около 80% опухолей являются неоперабельными. Диагностика поздняя, более чем в 90% случаев приходится на аденокарциному, которая развивается из островковых клеток. Головка поджелудочной железы поражается в 70%, тело в 20%, хвост примерно в 10%. Самым частым является эта головка поджелудочной железы. Аденокарцинома поджелудочной железы является прогностически неблагоприятным раком с 5-летней выживаемостью, менее чем у 15% больных. Риск рака поджелудочной железы многократно возрастает при сочетании сахарного диабета 2 типа, хронического панкреатита. Другими факторами риска являются курение, возраст мужчины, возраст старше 5 лет. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что инсулин стимулирует пролиферацию и уменьшает апоптос раковых клеток за счет того же инсулиноподобного фактора роста 1 типа. Наблюдение за больными, включенным в группе риска, впервые выявленным сахарным диабетом требует пристального динамического наблюдения. Не всегда можно оценивать впервые выявленный диабет, оценивать именно с позиции диабета 2 типа или 1 типа в диагностическом плане. Всегда надо иметь в виду, что эти больные требуют проведения скрининга с точки зрения дифференциальной диагностики не является этот диабет, так скажем, предиктором или первым симптомом рака поджелудочной железы. Основные симптомы дебюта рака поджелудочной железы, я уже говорила, диабет впервые выявленный у мужчин в возрасте 50 лет, желтуха 80-94%, боли 91%, иногда боли носят атипичный характер и, так скажем, трактуются как проявление каких-то пояснично-крестовых, так скажем, проявления остеохондроза или каких-то других костных патологий, снижение массы тела, временной интервал между появлением симптома и выявлением опухоли, следующий, при желтухе до полумесяца, при потере массы тела 2,7 месяца, ну, скажем, 3 месяца, при абдоминальных болях до 3 месяцев, при болях поясницы 7 месяцев ходят пациенты к физиотерапевтам, применяют всякие физиотерапевтические процедуры. Наиболее информативными являются методами диагностики ультразвуковая диагностика, чувствительность 85%, компьютерная диагностика, МРТ, которая в 93% позволяет выявить локализацию и степень онкопроцесса при поджелудочной железе, и, конечно, эндоузи 99,1%, наиболее эффективный метод. Особый интерес вызывает изучение влияния различных групп сахароснижающих препаратов на риск возникновения рецидива в рака и самого возникновения рака у больных с сахарным диабетом. Самые разноречивые данные по поводу инсулинотерапии, я не буду об этом говорить, в следующий доклад или в рамках этого симпозиума будет озвучено, какие же сахароснижающие препараты могут вызывать или стимулировать онкопроцесс. Всем известно исследование касательно метформина. Метформина индуцирует активацию аденозин-монофосфаткиназы, которая способна угнетать клеточную пролиферацию. Это может приводить к ингибированию роста опухолей. Но эти исследования требуют уточнения, не всегда это в жизни является доказательной базой, но во всяком случае таких работ очень много и такое положение существует. И, наконец, ингибиторы много новых препаратов, ингибиторы натриезависимого глюкозного транспортера, которые показали себя как очень хороший препарат при лечении неалкогольного стеата гепатита, там, где мы не можем использовать метформина, когда не всегда целесообразно назначать инсулинотерапию. Но последние работы, которые мне удалось найти на фоне терапии, скажем, препаратами этой группы, может развиваться рак мочевого пузыря, гангрена фунерфунлье и рак молочной железы. Но, опять-таки, это требует дальнейших наблюдений и доказательной базы. И, наконец, инкретины. Ну, всем известно, медулярный рак щитовидной железы, да, и это не всегда терапия ингибиторами ДПП-4 показана, или, возможно, больным, у которых имеется хронический панкреатит. Назначение препарата в этой группе может индуцировать и обострение панкреатита, и вызывать, так скажем, рак поджелудочной железы. Спасибо за внимание. Следующий доклад. Коллеги, великолепный доклад, такой насыщенный, и, наверное, каждый из нас сейчас себе поставит восклицательный знак на этих проблемах диабет и рак различной локализации. Елена Валерьевна, пожалуйста. Я, наверное, пойду туда, разрешите? Коллеги, ну мы... Так, где у нас... С вами сейчас живем в профилактической медицины. И, конечно, мы колоссальное внимание с вами уделяем изучению факторов риска различных заболеваний. И изучение этих факторов риска помогает в чем нам? Перед нами тот или иной пациент. И если мы не увидим фактор риска, безусловно, мы должны использовать обследование пациента в том или ином направлении. И в этом коротком сообщении я хотела сконцентрировать ваше внимание на проблеме ожирения как фактор риска развития, соответственно, рака. Из чего я хотела начать? Я хотела напомнить, что в настоящее время к особенностям современной медицины относятся следующие. Это, конечно, преобладание хронических заболеваний, но вместе с тем это наличие мультифакториального характера заболевания и коморбидности. То есть наличие у пациента одного и более заболеваний, которые между собой в той или иной степени связаны. И говоря о проблеме ожирения, мы понимаем, что вот эта коморбидность как нельзя широко характеризует именно проблему ожирения. Не секрет, если я спрошу каждого из вас, с чем ассоциировано ожирение. Вы перечислите множество недугов. И в том числе сегодня к этим недугам относится и рак различной локализации. Но эта проблема всплыла совсем недавно. Ведь первое время мы привыкли к тому мнению, что рак ассоциируется с кахексией. Действительно это так, но это идет на том этапе, когда опухоль уже достигает того или иного прогресса. И мы выявляем с вами отдаленные метастазы. Но опять же, поскольку мы сейчас используем концепцию факторов риска, нам следует иметь информацию о начале тех или иных хронических заболеваний, в том числе рака. И вот с конца 20 века стала активно обсуждаться проблема болезней цивилизации. И вот здесь как раз стал актуален вопрос связи ожирения и онкологических, соответственно, заболеваний. Когда же мы получили с вами первые доказательства этой взаимосвязи? Это были исследования конца прошлого века, когда на животных моделях, а это в основном были крысы и мыши, эти животные находились на диете с высоким количеством, соответственно, жира. Именно это индуцировало у них за короткое время избыточную массу тела. И эти исследования показали, что да, повышалась частота рака отдельной локализации. Какого? От колоректального до рака эндометрия легкого и кожи против животных с нормальной массой тела. И в дальнейшем эти исследования были дополнены следующим. Было продемонстрировано повышение частоты рака, эстроген-рецептор продуцируемого. Вы хорошо знаете, что сейчас в клинической практике мы активно используем маркер херп положительного рака, эстроген-зависимого. Это очень агрессивная форма рака. И вот было продемонстрировано на крысах увеличение частоты рака молочных желез при наличии у животных избыточного веса. В настоящее время опубликовано много работ, где очень глубоко стараются понять, а что все-таки запускает канцерогенез. И среди известных причин рака выделяют в том числе избыточный вес и ожирение. И вот на этой диаграмме, это данные одной интересной публикации в онкологии, в журнале, было показано, что избыточный вес и ожирение способствуют в среднем 40% рака различной локализации. И поэтому, если перед нами на приеме человек с избыточной массой тела или уже с ожирением, особенно когда индекс массы тела более 35, вы должны понимать, что этот человек имеет высокий риск развития рака различной локализации. Об этом чуть позже. И, соответственно, вы должны целенаправленно проводить у него не только меры, направленные на снижение и нормализацию массы тела, но в том числе и скрининг тех или иных форм рака, чтобы выявить их на ранних курабельных стадиях развития. И вот это, наверное, известное вам исследование, когда в ретроспективном плане на рубеже указанных годов был проведен метаанализ практически 30 тысяч случаев состоявшегося рака. Участниками исследования были и мужчины, и женщины. И вот именно в этом ретроспективном исследовании, как вы видите, что увеличение массы тела всего лишь на 5 единиц. А что это для нас означает? Это переход от нормальной массы тела в избыточную, от избыточной массы тела плюс 5 – это уже ожирение и, соответственно, так далее. Вот такая неблагоприятная динамика массы тела четко способствует, в частности, у женщин увеличение частоты рака эндометрия вдвое, рака желчного пузыря вдвое, аденокарциномы пищевода вдвое, рака почек чуть меньше. И, в общем-то, такая же неблагоприятная тенденция свойственна и, соответственно, для мужчин. И буквально в десятых годах нынешнего века, опять же, в знаменитом журнале «Онкологи» был опубликован пресс-релиз по данным уже американских исследований, суммирующих, и где было показано, что онкологические заболевания действительно ассоциируются с избыточной массой тела. Мы понимаем, что, конечно, в американской популяции очень много пациентов с лишним весом, в том числе пациенты с морбидным ожирением, но вместе с тем. И вот на данной схеме четко представлены раки той локализации, которые имеют связь, доказанную статистически, с избыточной массой тела. А вот в этой табличке я концентрирую ваше внимание в отношении именно рака ЖКТ. Насколько повышается риск указанных форм рака при наличии ожирения или избыточной массы тела. Ну, например, как вы видите, аденокарцинома пищевода. Даже на этапе еще доклинических проявлений риск повышается вдвое, соответственно, в четыре раза при наличии морбидного ожирения. Получается, классическую гастроскопию, как метод раннего скрининга, мы должны использовать у пациентов, страдающих тучностью. Рак желудка вдвое, соответственно, и локализация четко отмечена, рак кардии. Рак печени, как сказала, соответственно, Лариса Арсентьевна, эта связь тоже прослеживается. Рак желчного пузыря, рак, соответственно, поджелудочной железы и колоректальный рак. Безусловно, в отношении данных форм рака мы должны быть всегда настороже, когда мы обследуем пациента с избыточной массой тела. Но дальнейшие исследования, что нам показали? Оказывается, наличие избыточной массы тела ухудшает прогноз течения рака. Рак раньше метастазирует. И в целом у пациентов изначально тучных, в дальнейшем они на фоне раковой интоксикации, несомненно, похудеют, у этих пациентов отмечается худший, к сожалению, ответ на химиотерапию. И вот в данном крупном исследовании более тысячи пациентов было показано, что как у мужчин, так и у женщин наличие рака различной локализации намного хуже при более высоком индексе массы тела. Как видно из представленной диаграммы, мы видим, что первыми, в общем-то, вовлекаются в процесс женщины. Уже на том этапе, когда есть только избыточный вес, увеличивается риск рака и ухудшается его прогноз. А в дальнейшем, когда уже есть ожирение, прогноз в отношении рака хуже и у мужчин, и у женщин. Еще одно подобное исследование, где цель изучения связи между индексом массы тела и уже смертельным исходом от рака различной локализации. Cancer Prevention Study 2. Это то, что касается лиц мужского пола. Вы четко видите, насколько увеличивается относительный риск смерти от раков указанной локализации, если исходно был высокий индекс массы тела. Причем это прослеживается для опухолей различных локализаций, но наиболее ярко это видно в отношении опухоли поджелудочной железы и опухоли легких. Еще раз и говорю, что это исходно человек имел избыточную массу тела. Ну и, наконец, тоже исследование я привлекаю вас в отношении лиц женского пола. Здесь немножко меняется характер взаимосвязей, и здесь достоверно показан риск, соответственно, рака пищевода и, соответственно, всех форм рака. В отношении других форм рака отмечена тенденция, но вместе с тем мы должны принимать во внимание выявленные, соответственно, взаимосвязи. Мы понимаем с вами, что наличие ожирения как такового это одна из ступенек в отношении развития канцерогенеза. Патогенез канцерогенеза достаточно сложный, и в этой части доклада я хочу сконцентрировать ваше внимание на тех вопросах, которые уже получили ответ в ходе различных научных клинических исследований. Но вместе с тем мы говорим, что это наиболее изученные причины из возможных. Конечно, на первый план встает гиперсулиномия и инсулинорезистентность. Никто из вас не сомневается, что инсулин – это сильнейший анаболический гормон, поэтому ему приписывают и сильные метагенные эффекты. И основное ключевое звено – это активация одного из сигнальных путей инсулина, так называемый путь мапкиназы. И в дальнейшем это сулит нам нарушение процессов апоптоза, стимуляция пролиферации и снижение аутофагии. Следующий момент, который также доказан в отношении проблемы ожирения-рак, это нарушение функционирования оси гормон роста, инсулинподобные факторы роста, белок, связывающий инсулинподобные факторы роста, и, наконец, их рецепторы. И вот инсулинподобные факторы роста, они тоже являются сильнейшими веществами с анаболическими свойствами, но их метагенные эффекты в десятки раз выше по сравнению с метагенными эффектами инсулина. Мы давно с вами уже знаем, что жировая ткань – это тоже эндокринный орган, и он имеет высочайшую секреторную активность, особенно при наличии избыточного количества гипертрофированных адипоцитов. И вот именно высокая концентрация адипоцитокинов с пролиферативными, с проангиогенными эффектами тоже является моментом, показывающим взаимосвязь между ожирением и раком. Но об этом чуть позже. Какие еще возможные механизмы обсуждаются? Это, конечно, изменение обмена половых стероидов. Каждый из вас хорошо знает, что в жировой ткани высокой экспрессии находится фермент ароматаза. При наличии ожирения регистрируется повышение биологической активности указанного фермента, дополнительно в печени снижается продукция половые гормоны связывающего белка, и в результате мы с вами видим увеличение доступности половых стероидов. А давно было показано, что эстрогены имеют высочайший потенциал метагенного и мутагенного действия. Но это как раз касается больше рака груди и рака яичников. Ну и, наконец, ожирение является, по сути, состоянием хронического воспаления. И в этом плане генерация целого ряда провоспалительных цитокинов, факторов роста, белков острой фазы, также способствует взаимосвязи ожирения и риска развития рака. Как уже отмечала Лариса Арсентьевна, много лет назад была открыта связь между влиянием гипергликемии на риск возникновения рака. Мы с вами прекрасно знаем, что наличие ожирения еще до стадии диабета часто сочетается с нарушением гликемии натощак и с нарушением толерантности глюкозии. И вот эти моменты реализуются через, соответственно, эффект Варбурга. И здесь мы видим реализацию пролиферативных антиопоптических и метастатических эффектов гипергликемии. И в этом плане нам очень важно выявлять пациентов на любой стадии нарушения углеводного обмена и использовать весь потенциал немедикаментозной и медикаментозной профилактики их, соответственно, прогрессирования. Но большего внимания, безусловно, требует проканцерогенный потенциал гиперинсулиномии, который реализуется достаточно сложными механизмами. Как я уже отмечала, инсулин – это классический анаболический гормон, поэтому нам сулит нарушение контроля клеточной пролиферации, дифференцировки и выживания. Но в каких условиях? В условиях инсулинорезистентности. И в этих условиях, естественно, формируется компенсаторная гиперинсулиномия, которая на первых порах удерживает контроль гликемии. В условиях инсулинорезистентности, несомненно, нарушается, соответственно, регулирующее воздействие инсулина на важнейшие сигнальные пути и факторы транскрипции, которые избирательно регулируют экспрессию генов, связанных с апоптозом, с дифференцировкой и, в целом, с выживаемостью клеток. Как я уже отметила, гиперинсулиномия запускает патологические сдвиги в системе гормон роста и инсулинподобные ростовые факторы. Кроме того, доказано, что избыток инсулина через фактор, соответственно, гипоксии стимулирует продукцию лептина, а данный гормон при своем избытке в условиях лептинорезистентности также проявляет выраженные метагенные свойства. Кроме прочего, наличие избыточного количества инсулина отражается на секреторном потенциале важного органа метаболизма печени и отмечается снижение выработки гормоносвязывающих глобулинов, что увеличивает биодоступность половых гормонов и сулит нам определенные известные клинические проявления. Канцерогенный потенциал инсулина реализуется и через достаточно сложный механизм аутофагии. Он напрямую связан с тем, что и гиперинсулиномия, и аминокислоты активизирует в избытке так называемый сигнальный путь МТОР. И вот избыточная активизация данного пути приводит к фосфорилированию и ингибированию ULK1. Хочу вам напомнить, что вот этот сигнальный путь, связанный с МТОР кеназой, он достаточно сложный, и в целом он определяет прогноз жизни. Рано человек будет стареть, сколько лет жизни ему впереди. Но в этом плане, конечно, исследование только проводится, но вместе с тем очень интересно, что в условиях гиперинсулиномии активизируется сигнальный путь, соответственно, МТОР. И здесь я демонстрирую кратко те исследования, которые показали прямую связь между гиперинсулиномией и риском развития рака различной локализации. Как вы видите, в данном исследовании изучали взаимосвязь рака предстательной железы с уровнем инсулина. Мы с вами хорошо помним, что в клинической практике базальный уровень инсулина в рамках 10-15, хотя цифры более 10, они уже настораживают. Так вот, в этом исследовании было показано, что риск рака предстательной железы уже выше, если концентрация инсулина крови натощак более 6, соответственно, единиц. В данном исследовании участвовало более 300 пациентов с установленным раком предстательной железы. Данное исследование было посвящено, опять же, изучению выживаемости в зависимости от концентрации инсулина. В исследовании было включено более 2000 пациентов с установленным раком различной локализации. Далее концентрацию инсулина разложили на квартире. И что оказалось? Выживаемость, а как вы видите, пациентов наблюдали от 3 до 29 лет в зависимости от того, как они жили с той или иной формой рака. И оказалось, что выживаемость намного хуже, если уровень инсулина концентрировался на верхней квартире. Таким образом, существует взаимосвязь между повышением концентрации инсулина, в целом риска онкологических заболеваний и, соответственно, выживаемостью. Каждый из вас хорошо знает, что рак грудной железы является очень серьезнейшим заболеванием для женщины. И он может дать о себе знать даже после основательного лечения спустя годы. И здесь я привела вам достаточно крупное исследование. Участниками были женщины с раком груди и репродуктивного возраста, и возраста постменопаузы. Это были женщины, имеющие высокую концентрацию хирмаркера и таковую не имеющие. Часть диаграммы А. Вы видите, что это пациентки все, и репродуктивный возраст, и постменопауза, и было четко показано, что продолжительность жизни была ниже у женщин с уровнем инсулина натощак более 13. То есть это порог, который был выявлен в данном исследовании. В дальнейшей части было показано, что независимо от того, положителен ли это онкобелок или отрицателен, на выживаемость влияет концентрация, соответственно, инсулина. Ну и последняя часть – это график, представленный в части D. Здесь оценивали в целом выживаемость отдельно. У женщин на этапе репродукции и у женщин в период постменопаузы. И вы четко видите, что повышение уровня инсулина более 13 способствовало худшему прогнозу у любой группы участников. Безусловно, биохимические механизмы, связывающие ожирение и канцерогенез, очень сложные. Хочу вам напомнить, что инсулин, как инсулинподобные ростовые факторы, активизирует свое биологическое действие путем взаимодействия с определенными рецепторами. Если говорить о рецепторах к инсулину, это трансмебранный белок, он имеет две субъединицы. Две альфа и две бета субъединицы. И при активизации, соответственно, альфа субъединиц, это, соответственно, у нас ИРА, реализуются в основном метаболические эффекты инсулина. При активизации, соответственно, ИРБ активизируются метаболические эффекты, и при активизации, соответственно, ИРА активизируются метагенные эффекты. Вместе с тем, инсулиновый рецептор А типа может распознавать не только инсулин, но и инсулинподобный ростовой фактор второго типа. С ним он имеет большее сродство. И мы понимаем, что в случае наличия инсулинорезистентности активизируется именно экспрессия той части рецепторов инсулина, которая ответственна за метагенные эффекты. Это как раз ИРА, и экспрессия этих видов, этого типа инсулиновых рецепторов в большей степени прослеживается в клетках опухоли различной, соответственно, локализации. В целом, любое действие инсулина реализуется тремя основными сигнальными системами. На этой схеме представлены две из этих сигнальных систем, но мы должны понимать, что вот именно активизация пути МАП киназы, она способствует высокому риску запускания процессов избыточного роста и, соответственно, метагенеза. Что и происходит в условиях инсулинорезистентности, компенсаторной гиперинсулиномии, баланс смещается в сторону МАП зависимого сигнального, соответственно, пути. В отношении проканцерогенного эффекта инсулина, как мы уже отметили, гиперинсулиномия сама, как таковая, напрямую оказывает метагенный эффект, идет угнетение апоптоза, увеличивается концентрация различных локальных, в том числе и сосудистых факторов роста, имеет место стимуляции достаточно сложного процесса проанкогена белка бета-катеина, ну и, наконец, значимо меняется система гормон роста, инсулиноподобные ростовые факторы. В печени активизируется экспрессия рецептора гормона роста, и в этих условиях увеличивается секреторный ответ в плане повышенной выработки инсулиноподобных ростовых факторов. Но, как таковая, сама гиперинсулиномия приводит к тому, что в крови уменьшается концентрация транспортной формы белков, связывающих инсулиноподобные факторы роста. И в этих условиях, безусловно, увеличивается концентрация инсулиноподобного ростового фактора, что в целом способствует росту опухоли у пациентов, предрасположенных к этому процессу. Обсуждаемые эффекты гиперинсулиномии дополняются не менее важными эффектами инсулиноподобных ростовых факторов. Как я уже отмечала, эти вещества имеют более сильный метагенный потенциал, нежели чем сам инсулин. И получается, что метагенные эффекты инсулина дополняются антиапаптозным эффектом инсулиноподобных ростовых факторов, проангиогенными эффектами накапливается концентрация различных сосудистых факторов роста, и именно инсулин, подобные ростовые факторы, способствуют ухудшению прогноза в плане увеличения риска миграции клеток и запускается метоз, активирующий сигнальный путь. Это способствует не только росту опухоли, но и дальнейшей диссеминации. Все то, что мы обсуждали, представлено на данной схеме, но в дальнейшем что еще происходит? Активация различных сигнальных путей, которые в норме регулируют энергию и метаболизм, но при избыточной активации они способствуют экспрессии генов, которые участвуют в стимуляции и воспаления, и ангиогенеза, и, соответственно, пролиферации. С другой стороны, наблюдается подавление апоптоза, избыточная продукция различных ростовых факторов, в том числе и эндотелиального фактора роста, и трансформирующего фактора роста, соответственно, бета. И, конечно, происходит значительное увеличение размера опухоли, активизация метастазирования, что мы видим уже у наших, соответственно, пациентов. Что еще связывает проблему ожирения и риска рака различной локализации? Безусловно, это сама жировая ткань с ее секреторной активностью, увеличение продукции адипоцитокинов, и не только увеличение продукции, но в том числе и дисбаланс адипоцитокинов, что приводит к активизации сигнальных путей, в том числе путь нуклеарного фактора КПБ. Отсюда увеличение транскрипции генов, запускающих клеточную пролиферацию, инвазию, ангиогенез и ухудшение выживания на фоне метастазирования опухоли. И, как я уже отмечала, исследования показали, что больные к сожалению имеют большую устойчивость и к химиотерапии, и к лучевой терапии. Что еще показали недавние исследования? Большое значение для роста опухоли имеет окружающая среда. И в этом плане наличие жировой ткани, которая способствует секреции различных адипоцитокинов, свободных жирных кислот, все это является энергетическим резервуаром для растущей, соответственно, опухоли. Действительно, дисбаланс адипоцитов очень важен. И сейчас глубоко изучаются различные адипоцитокины. Но о чем мы больше всего знаем? Это, конечно, о лептини и адипонектине в отношении риска рака различной локализации. Хочу вам напомнить, что лептин – это важный цитокин, который участвует в регуляции клеточной пролиферации, инвазии ангиогенеза и опухолевого роста. В тех условиях, когда мы видим избыточную массу тела, мы сталкиваемся с гиперлептиной меей и с лептинорезистентностью. И вот именно повышенный уровень лептина в настоящее время рассматривается как доказанный фактор риска различных образований. Механизм проканцерогенного эффекта гиперлептиной меи достаточно сложный, и он связан с активацией так называемой ядерной янускиназы второго типа. Что приводит к нарушению клеточного функционирования и вздвигу в сторону баланса выживания неполноценных клеток. С другой стороны, мы четко с вами знаем, что в условиях гиперлептинемии активизируется активность ароматаза жировой ткани, и это также способствует увеличению биодоступности эстрогенов ввиду активного их образования из андрогенов, соответственно. Но существует еще один адипоцитокин, адипонектин, который наоборот является протективным в отношении канцерогенеза. Но, к сожалению, у пациентов с ожирением различные исследования уже давно зафиксировали снижение концентрации адипонектина. В целом мы должны помнить, что адипонектин подавляет воспаление, улучшает чувствительность ткани консулина, усиливает апоптос. Это важно в отношении изначально клеток проонкогенных и ингибирует пролиферацию. В том числе он ингибирует каскад ПИНК-АКТ-МТОР, который тоже играет важную роль в инициации канцерогенеза. Как я уже отметила, к сожалению, его экспрессия, секрет с адипоцитами значимо снижается при нарастании особенно абдоминальной жировой ткани. И большие ретроспективные исследования четко показали, что низкая концентрация адипонектина в плазме четко связана с увеличением риска некоторых форм, соответственно, рака. Что еще следует отметить? Ожирение за счет наличия хронического воспаления также запускает канцерогенез. И в этих условиях активизируются различные ростовые факторы, в частности, фактор роста раннего ответа 1, транскрипционные факторы, продукция провоспалительных цитокинов. И важен тот момент, что жировая ткань в избытке создает условия хронической ишемии, что способствует инициации, поддержанию окислительного стресса и в целом создается проонкогенная среда. О чем я уже говорила, но еще один акцент. Происходит модификация метаболизма половых гормонов. В первую очередь, высокая скорость превращения андрогенных предшественников в эстрадиол за счет увеличения активности фермента ароматазы, соответственно. Давно было показано, что эстрогены имеют сильнейший метагенный и мутагенные, соответственно, эффекты. Ну и, конечно, связь ожирения террорак проследует за счет того, что жировая ткань высокой концентрации при ее избытке выделяет различные факторы роста. И матриксные металлопротеазы, которые ухудшают прогноз рака за счет того, что они способствуют метастазированию опухоли. И в медицине давно было показано, что дефицит основных супрессоров канцерогенеза, в частности, белка P53, витамина D, ретиноиды, также способствуют риску онкологических заболеваний. В первую очередь, что также отражается на изменении функционирования оси инсулинподобной ростовой факторы, белки их, соответственно, связывающие. Давно уже не секрет, что при ожирении имеет место недостаток или дефицит витамина D в той или иной степени выраженности. И последние исследования давно утвердили наше мнение в том, что витамин D имеет сильнейший антипролиферативный эффект, составляющие которого четко представлены на данном, соответственно, слайде. Ну и последний момент, он достаточно новый для нас. Оказывается, что липофильные органические соединения, так называемые ксенобиотики, поступающие в организм активно из окружающей, соответственно, среды, могут накапливаться в жировой ткани. Понятно, что если ее концентрация высока, то в дальнейшем они также запускают отдельные этапы канцера, соответственно, генеза. И в настоящее время эра лечения, которая активно развивалась в середине прошлого века, перешла уже в нынешний век, и мы сейчас живем больше, наверное, в эре профилактики. Конечно, очень важным моментом профилактики являются немедикаментозные методы воздействия в том числе увеличения физической нагрузки, но вместе с тем сейчас активно изучают отдельные аспекты и медикаментозные профилактики заболеваний, связанных с ожирением. И мы с вами уже четко знаем, что в инструкции к метформину есть, соответственно, опция назначения больным с избыточной массой тела. И, по сути, наверное, это одно из направлений профилактики рака, в частности, это ингибирование известного нам М-торпути. Ну и, конечно, мы должны у больных с избыточной массой тела определять концентрацию витамина D и при необходимости использовать антиканцерогенное действие витамина D. Есть работы, доказывающие подобное действие в плане витамина E. Ну и, подходя к заключению, я еще раз хочу отметить, что ожирение – это самостоятельный фактор повышенного онкогенного риска, и вместе с тем он может повлиять на течение и прогрессирование опухолевого процесса, что мы, несомненно, должны учитывать у наших пациентов. И, конечно, дальнейшее изучение патогенетических связей между избыточной массой тела и канцерогенезом поможет нам в поиске новых способов профилактики онкологических заболеваний. Спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я прошу прощения, не было программы. Немножко поменялись местами. Следующее сообщение – Ихшатян Лилит Ванниковна, Ихачатюриан Нанна Эдуардовна. Кишечные микробиоты и колоректальный рак. Добрый день, уважаемые коллеги. На сегодняшний день, безусловно, изучается активность микробиоты, и мы сегодня попытаемся связать заболевания, которые представляют наибольшую актуальность для здравоохранения. Это рост пациентов с сахарным диабетом и, безусловно, пациентов с различными онкологическими заболеваниями. И на сегодняшний день выявлено, что можно связать эти две хронически неинфиксованные заболевания именно микрофлорой кишечника. Хочу сказать, что на сегодняшний день активно, лавинообразно увеличивается, безусловно, рост пациентов с сахарным диабетом. И этот рост приводит не только к увеличению основных осложнений, хронических осложнений, которые мы знаем и, конечно, смотрим у наших пациентов, но и тех осложнений, которые представляют наибольшую угрозу. И, в частности, поскольку я сейчас буду говорить про колоректальный рак, хотела бы акцентировать, что увеличение риска как раз этого рака повышается до 30% при наличии сахарного диабета второго типа. Механизмы уже предыдущие докладчики очень подробно рассказали, позвольте не останавливаться на этом, поэтому дальше мы уже будем говорить конкретно про микробиоту. Если говорить про кишечник, про флору, то еще Гиппократ в свое время говорил, что смерть человека начинается с его кишки. И в дальнейшем активно изучал роль кишечной микробиоты, мечников, и он говорил о том, что здоровое состояние человека зависит именно от микрофлоры. И он даже предлагал, что можно продлить жизнь человека с помощью резекции толстой кишки. Есть данные о том, что его соратники, его союзники удаляли толстую кишку с целью вылечивания пациентов. Но, к сожалению, данных нет, насколько именно эта операция влияла на продолжительность жизни и так далее. Но, безусловно, мы сегодня понимаем, что удалять кишечник не нужно, а нужно жить дружно с нашими бактериями, которые внутри нас, поскольку без микрофлоры, без микробиома, который более актуальный термин на сегодняшний день, мы выживать не можем. Это доказано экспериментально, доказано, что без микробной мыши они не способны к жизнедеятельности. Поэтому мы должны понимать, что должны увеличивать количественный и качественный состав именно микробиоты. В чем участвуют микробиоты? Безусловно, это огромное количество эффектов. И эти эффекты можно разделить как на те, которые защищают наш организм, то есть влияет микрофлора на иммунную систему, влияет на уменьшение различных аллергенов, канцерогенов, токсинов. В том числе участвует в выработке различных биогенных аминов, различных гормоноподобных факторов. И на сегодняшний день, что интересно, выявлено, что микробиота влияет также на наше психоэмоциональное состояние и в том числе на интеллект. Но, безусловно, не только микрофлора влияет на наше состояние, но мы тоже влияем на его качественный и количественный состав микробиоты. Поэтому тут очень важно, какие продукты мы потребляем и какой образ жизни мы ведем. Поскольку на данном слайде показано, что есть определенные продукты, которые положительно влияют на качественный состав биоты. Есть продукты, которые, наоборот, меняют состав, качественный состав биоты. И в итоге мы наблюдаем развитие хронического системного воспаления. Как сегодня уже сказали, при наличии именно генетической детерминированности это все приводит к тому, что развиваются все заболевания, которые перечислены. То есть все заболевания, которые относятся к хроническим неинфекционным заболеваниям. Еще в 1863 году Верхов говорил о том, что есть связь между воспалением и канцерогенезом. И на сегодняшний день считается, что около 20% смертей от рака как раз связаны с хроническим системным воспалением. Поскольку это хроническое системное воспаление приводит к генетическим и эпигенетическим модуляциям, что является именно провоцирующим фактором в канцерогенезе. Если мы говорим конкретно про микробиоту и воспаление, то нужно сказать, что на фоне нарушения питания, на фоне различных сопутствующих заболеваний, которые приводят к тому, что меняется качественный состав, происходит микроэрозирование эпителия. Происходит пролиферативное различное изменение эпителия, что приводит к тому, что нарушаются плотные контакты между эпителиальными клетками. А как раз нарушение вот этих плотных контактов, таких как зоодин, оклюдин, приводит к тому, что разрушается тот барьер, который огораживает микробиоту и иммунные клетки. И, соответственно, проникают токсины различных бактерий, активируется врожденная иммунная система, которая приводит к хроническому воспалению. И, соответственно, уже пролиферативные изменения приводят к тому, что уже наблюдается про онкологические процессы. Известно, что различные бактерии участвуют в онкопроцессе. И на сегодняшний день, безусловно, мы знаем, что и хеликобактер пилори, и вирус гепатита С приводят к различным онкологическим заболеваниям. Что касается колоректального рака, на сегодняшний день тоже многочисленное количество исследований. И в основном все публикации акцентируют именно роль двух бактерий. Это стрептококк и фузобактерии, которые при повышении их количества, это исследования, которые являются сравнительными, доказали именно свою роль в онкопроцессе. И наоборот, уменьшение бутират-продуцирующих бактерий, то есть тех бактерий, которые продуцируют короткоцепочную жирную кислоту бутират. А бутират мы знаем, что является той кислотой, которая является антивоспалительным и максимально подавляет кинозную систему. Соответственно, это все заканчивается и того с развитием рака. Больше изучена именно роль фекобактерий и показано, что это фекобактериум влияет в первую очередь тем на канцерогены, что вокруг себя создает провоспалительное окружение. То есть меняет иммунную систему и нет активации вокруг себя иммунной системы. И с другой стороны, экспрессирует в большом количестве факторы различных вирулентностей, в том числе ФАТ-А. И через активацию бета-катейновой пути, ВНТ-сигнального пути, приводит к активации толп подобных рецепторов и, соответственно, уже к малигнизации или к онкопроцессу. На сегодняшний день, безусловно, в лечении онкологии, в лечении рака обсуждается наиболее инновационный метод. Это именно иммунотерапия. Роль иммунотерапии заключается в том, что увеличивает противоопухолевый ответ организма и стимулирует максимально апоптоз раковых клеток. И было выявлено, что до 70% случаев пациенты не отвечают на эту иммунотерапию. И поскольку сейчас активно изучается роль микробиоты именно в иммуноответе, идут исследования, которые ставят вопрос, что можно ли с помощью микробиота, изменение состава микробиота, влиять на иммунотерапию. И были проведены исследования и в Америке, и во Франции. Эти исследования представлены на слайде, где показано, что да, на самом деле с помощью микрофлоры можно повлиять на иммуноответ, на иммунотерапию. В первом исследовании, это американское исследование, где показано, что эффективность от иммунотерапии улучшается, если преобладают такие бактерии, как бактерии из семейства руминококки, это бактерии фекобактериум и клостриди. И наоборот, если идет повышение бактероидов, то уменьшается иммунный ответ. Во французском исследовании было показано, что на значении антибиотиков, то есть на фоне антибиотикотерапии, когда меняется состав флоры, ухудшается ответ на иммунотерапию. И наоборот, они выявили, что при подавляющем большинстве случаев хороший ответ на иммунотерапию наблюдается, если наблюдается рост бактерий рода Акерманзия. И для того, чтобы доказать именно свою теорию на практике, провели второй этап исследования, а вторым этапом была именно трансплантация микробиоты от тех пациентов, которые отвечали на иммунотерапию стерильным мышам, у которых была предрасположенность к онкологии. И в результате этой трансплантации они получили хороший ответ и доказали, что да, именно трансплантация той микрофлоры, которая от пациента с хорошим ответом, дает положительный результат. Что из себя представляет род бактерий Акерманзия? То есть если мы посмотрим, безусловно, чаще всего бактерий сейчас и влияние микробиота изучается именно при наличии ожирения, сахарного диабета. И поэтому были сравнены исследования, которые показали, что эффекты рода Акерманзия и метформина, они абсолютно схожи. И было также интересным выводом, что метформина, если назначается внутривенно, никакого эффекта не наблюдается ни на гликемии, ни на хроническое системное воспаление, ни тем более на микробиоту. И только назначение ПРОС дает вот те эффекты, которые нам известны. И метформина, в свою очередь, приводит к повышению также Акерманзии и усиливается именно эффект данного препарата. И хочу отметить, что метформина, уже Елена Валерьевна сказала, что метформина используется для профилактики, безусловно, инсулинорезистентности и назначается при сахарном диабете. И метформина относится именно к тем трем препаратам, которые на сегодняшний день способны перепрограммировать клеточный метаболизм. И за счет вот этой способности данного препарата мы выявляем, что наблюдается уменьшение риска канцерогенеза. Эффекты метформина перечислять не буду, Елена Валерьевна все подробно вам уже рассказала. И поэтому доказано на сегодняшний день, что назначение метформина на этапе до развития сахарного диабета дает лучший эффект, именно во много раз уменьшать риск канцерогенеза, чем уже на этапе постановки диагноза сахарного диабета. И для того, чтобы максимально профилактировать изменения микробиоты, для того, чтобы не достичь до той поры, когда у нас развивается ожирение, развивается сахарный диабет и канцерогенез, в книге «Токио» для обеспечения здоровья кишечника и нормального состава микробиоты показывает, что нужно всем нам использовать правило 3П. И это правило на самом деле очень простое. Нужно просто в повседневной диете использовать три продукта, которые являются пробиотиками, пребиотиками и полифенолами. Соответственно, если мы будем потреблять ежедневно эти продукты, риск и развития ожирения, и сахарного диабета, и тем более канцерогенеза, уменьшится во много раз. На этом спасибо. Если есть вопросы, готова ответить. У нас последнее сообщение. Светлана Владимировна Родионова. К вам будет очень много вопросов. Полифенолы – это что? Полифенолы – это те продукты, которые содержат в большом количестве различные ягоды, фрукты и овощи. В основном зеленые сорта. Яблок особенно. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже было сказано и Елена Валерьевна подробно, и Лариса Рассетина, и Лилит Ваниконовна, что все пациенты с сахарным диабетом находятся в группе повышенного онкологического риска. Сейчас. 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 Пока придется какого-то эффекта. В результате. В результате. И умершная сфера. И одна молитва. Самое главное, что этот процесс происходит постоянно. А потом при каких-то условиях. Продолжение следует... В многих исследованиях повышен риск онкозаболеваний у пациентов с сахарным диабетом намного больше, чем у пациентов без сахарного диабета. И так как все пациенты с сахарным диабетом получают сахароснижающую терапию, соответственно, полученные данные о высоких онкологических рисках у пациентов с диабетом привели к новым исследованиям. То есть в отношении безопасности в данном аспекте именно сахароснижающая терапия. Метформин является препаратом первой линии, который назначается при сахарном диабете. И первое достаточно крупное исследование, которое прошло в 2005 году, оно показало, что пациенты, получающие монотерапию метформином, не только не имели повышенного риска, но наоборот риск всех злокачественных новообразований снизился у них на 23%. При дальнейших исследованиях сравнительно, где используются уже препараты сульфаниломочевины и препараты инсулина, неблагоприятные эффекты были получены в группе пациентов, которые получали терапию именно инсулином. Те пациенты, которые получали терапию метформином и сульфаниломочевиной, повышенного онкологического риска не было, потому что, видимо, нивелировалось это приемом препаратов метформина. Также по данным метанализа было показано, что пациенты, длительно получающие инсулин терапию и препараты сульфаниломочевины, имеют больший риск смертности от гепатоцеллюлярной карциномы. Так как уже, опять же, раньше было сказано, основными механизмами реализации онкогенного потенциала при сахарном диабете является гиперинсулиномия, как эндогенная, экзогенная. И повышенная экскреция продуктов системного воспаления. И так как метформин воздействует на все эти механизмы, и учитывая прямое воздействие метформина именно на рост опухолевых клеток, то есть он уменьшает число опухолевых клеток, угнетает систему МТОР, о которой уже подробно было сказано Елене Валерьевне, и воздействует непосредственно на аденозин-монофосфаткиназу, дальнейшие исследования в отношении метформины были связаны с тем, что он был использован уже как препарат не только для лечения сахарного диабета, но и использовался у пациентов без сахарного диабета. И сейчас в настоящее время инициировано очень много исследований, которые именно в направлении метформина рак. Но вот одно из исследований это было у пациентов с раком молочной железы, и самые неблагоприятные эффекты были у пациентов, самая низкая выживаемость была у пациентов с сахарным диабетом, которые не получали метформина. К сожалению, не все сахароснижающие препараты доказали положительное влияние в отношении онкогенных процессов. Относительно новая группа препаратов, таких как инкретины, в большом крупном исследовании, которое продолжалось с 2010 по 2013 год, показал повышенный риск развития рака поджелудочной железы у пациентов в сравнении с препаратом сольфанилмочевины. Однако в дальнейшем метанализ 24 исследований показал, что терапия инкретинами не ассоциирована с риском развития рака поджелудочной железы. И даже было показано некоторые более выигрышные результаты по сравнению с другими сахароснижающими препаратами. Но, учитывая противоречивые данные, это требует дальнейшего исследования и достаточно осторожного назначения у пациентов с хроническими панкреатитами и у пациентов с какими-то опухолями поджелудочной железы. Всем также известно, что препарат-агонисты ГПП-1 в моделях на животных увеличивали циклеточные аденомы щитовидной железы. Однако в большом исследовании лидер в группе, которая получала лечение лироглоутидом, не отмечал случаев развития циклеточной гипероплазии или медулярной карциномы щитовидной железы. Но перед назначением этих препаратов также требуются более углубленные значения в отношении щитовидной железы и назначения анализа крови на кальцистанин. Также относительно новая группа препаратов, это ингибиторы SGLT2, которые по данным исследованиям, в частности это DARPA-глифлозин и ГАНОФЛЕФКАНА-глифлозин, на животных моделях увеличивали случаи раков мочевого пузыря и почек, что не было подтверждено по дальнейшим клиническим исследованиям. Также требует дальнейшего изучения. Достаточно редко назначаема у нас в России группа препаратов это глитозоны. Показало, что так как применение пиоглитозоны и росеглитозона увеличивает рак мочевого пузыря в два раза. Причем, чем длительнее применяется препарат, тем больше увеличивается риск рака мочевого пузыря. То есть при риске применения более двух лет увеличивается риск в два и девять и более раз. Поэтому, так как гипергликемия способствует... Один из механизмов реализации онкогенных процессов при пациентах с сахарным диабетом, конечно же, мы обязательно должны назначать сахароснижающую терапию. Но данная сахароснижающая терапия требует дифференцированного подхода и требует дополнительных обследований, чтобы не стимулировать какие-то онкопроцессы в дальнейшем. Все-таки, Светлана Владимировна, скажите, пожалуйста, вот это исследование с лироглюктидом и аналогами этой группы препаратов, только это исследование касается полироглюктида, что не доказано? Ну, вот то, что лидер, это полироглюктида. А остальные? Нет. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Можно, я так и скажу, значит, снижение, не снижение, нормальный вес, и есть инсульная пересетентность. Можно ли уркопаж? В смысле, да? Нет, формирует. При нормальной весе, инсульной пересетентности, можно ли уркопровать? На самом деле, если нормальный вес, да, это не исключает неправильное распределение подкожно-жировой клетчатки. То есть в этой ситуации все равно нужно измерить окружность талии, посмотреть, нет ли абдоминального перераспределения. Но в такой, как у пациентов, не доказан эффект метформина. А сейчас еще вообще одно очень важное изменение диабетической ассоциации. Даже не объем талии, есть специальная формула расчета висцерального жира. И если этот коэффициент выше того, который должен быть, метформина включается в эту группу препаратов. Это вот последние данные, которые получили. На Ваш взгляд, уважаемые диабетологи, как Вы считаете, какая должна быть спецификация снижающей терапии у больных, которые диагностированы раком поджелудочной железы, например, после оперативного лечения? Ну, в любом случае, в послеоперационный период мы должны достигать гликемического контроля с учетом противопоказаний к тем или иным препаратам, да? Но такие больные, как правило, ведутся на инсулинтерапию. Абсолютно согласна. А до проведения операции можем ли мы назначать сахарснижающий препарат, или все-таки мы должны назначать только инсулин, на Ваш взгляд? Но если изначально Ваш пациент был декомпенсирован, Вы, несомненно, его переведете на инсулинтерапию. Но в целом, как подготовка к операции, все зависит от того, как быстро Вы планируете сделать операцию. Если экстренно, пациент останется, на чем он был, а дальше, соответственно, Вы уже его переведете на инсулинтерапию. Но в целом лучше заранее перевести на инсулинтерапию. Но все это настолько индивидуально. Я понимаю. То есть в этой ситуации агонисты глюкогоноподобного пептида 1, ингибиторы ДПП-4, то есть, на Ваш взгляд, насколько целесообразны или лучше все-таки, так скажем, исключительно? А они не противопоказаны в этой ситуации. Ну вот, как нам в этой ситуации относиться? Например, консультирую я пациента с перифицированным раком поджелудочной железы, который получает ингибитор ДПП-4. То есть, на Ваш взгляд, как в этой ситуации можно действовать? Вы понимаете, что в перспективе вы этого больного будете оперировать. И будет инсулинтерапия. Полностью удалят поджелудочную железу. Это утраты альфа-клеток и бета-клеток. Это понятно, очевидно. Я имею в виду на этапе, так скажем, верификации каких-то моментов по диагностике. То есть, иногда это проходит... Если больной компенсирован, Вы можете оставлять на этой терапии. Вам важно, чтобы перед операцией у больного были нормальные сахара. Если нет противопоказаний к тем или иным препаратам, Вы можете оставить на этой терапии. Можете его заведомо перевести на инсулинтерапию. Но перевод на инсулинтерапию – это тоже момент. Если больной был компенсирован, соответственно, у Вас риск гипа будет выше. А когда Вы его соперируете, там, безусловно, будет инсулинтерапия. Но принципиально сказать, что больного с нормальными сахарами переводить на инсулинтерапию, в чем смысл будет? Необходимо ли нам убрать, например, ингибиторы ДПП-4 в этой ситуации? Они не противопоказаны в этой ситуации. Понятно. Спасибо большое. Нет больше вопросов? Есть, есть. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сейчас начали говорить о витамине Д и дефиците этого витамина у людей с избыточным весом. И у меня в чем заключается вопрос. Если молодой женщине с метаболическим синдромом, принимающей постоянно метформин, без сахарного диабета с целью профилактики дефицита витамина Д, был выписан аквадетрим. Сдать анализ крови на тот момент на дефицит этого витамина не представлялось возможным. Женщина принимает тысячу миллиграмм в день, как положено. Наконец, возможность появилась. Появился этот анализ в лаборатории. Насколько нужно и нужно ли отменить прием аквадетрима для того, чтобы понять, есть ли дефицит и насколько он выражен. Это первый вопрос. И второй, эффективен ли в принципе в таких ситуациях аквадетрим, потому что, насколько я понимаю, есть что-то более серьезное. Я, наверное, литваника мне этот вопрос направлена, потому что она глубоко разбирается. Да, у нас не говорят, и метаболическим синдромом заниматься не хотят, а идут к гастроэнтерологу с неалкогольно-жировой болезнью печени. Поэтому хотелось бы, я была бы очень признательна. Если вы назначаете препараты витамина Д без контроля и уровня витамина Д, соответственно, вы должны назначать не в лечебных дозах. Или если вы хотите в лечебных, вы хотя бы должны посмотреть уровень кальция крови, чтобы убедиться, что у пациента нет проблем именно с кальцием, гиперкальциемией. На фоне терапии, конечно, вы можете посмотреть витамин Д, но при этом пациент просто не должен принимать сам препарат в течение как минимум трех дней. А дальше, пожалуйста, вы можете исследовать... Как препарат железа на 3-4 дня отменить. Да, абсолютно, да. Так, и еще... Аква-Д3 эффективен ли? Абсолютно хороший, эффективный препарат, то есть ничем не уступает другим препаратам. Поэтому смело можете назначать. Спасибо. Дозировка... Смело могу назначать без определения витамина Д, потому что, на самом деле, это платный анализ, и не очень дешево стоит, и не каждый это будет сдавать. Вот. Профилактическую дозу витамин Д, и какую дозировку там, скажем, в зависимости от цифр. От какой цифры? Нет, витамины в зависимости от того, если пациент проживает в той области, где, например, нет инсталляции, пациент в большом количестве не потребляет продуктов, и таких, наверное, пациентов нет, и людей нет, которые потребляют в большом количестве продукты, содержащие Д. Поэтому нам всем, не только пациентам нашим, нужно принимать препараты витамина Д. Доза, если у нас абсолютно нормальный уровень кальция, это в среднем в день 2-3 капли смело, тем более при наличии избыточного веса, 3 капли смело можете назначать. Круглогодично? Круглогодично. И нужно ли делать какие-то контрольные анализы? Вегантолог, ВД-3, это коликальциферол, да, то есть любой препарат коликальциферола можете назначать. Контроль – это только уровень кальция. У меня были пациенты, которые принимали в огромном количестве витамина Д, у которых сам уровень витамина Д-25 у АЖД был около 150 нанограмм на миллилитр, никакого токсичного эффекта не наблюдается. То есть вот пожизненно выписали, вас перебью, и человек пожизненно, круглогодично пьет. Единственное, что нужно контролировать, уровень кальция и фосфора, ну, хотя бы раз-два на фоне терапии. А как часто это привлекло? Ну, назначили препарат, посмотрите через месяц, да, еще через там 3 месяца, и, в принципе, вы уже поймете, что никакого там… Потому что иногда бывают нормокальцемические варианты первичного гиперпаратириоза, и как раз назначение препарата витамина Д может провоцировать повышение кальция. То есть для того, чтобы исключить вот этот фактор, конечно, нужно хотя бы раз-два посмотреть кальций крови. А ситуация алюминично какое-то время надо? Нет. То есть даже если гиперкальциемия незначительно есть, то… Нет, если гиперкальциемия, конечно, вы или уменьшаете, или убираете полностью. Там уже другая, да? Да, потому что анализы на витамин Д уже не сдаются. Вот выявлен дефицит, и все, не… Нет, смотрите, если мы говорим в идеале, мы должны посмотреть концентрацию витамина Д. Если мы говорим о том, что чаще всего мы делаем, да, исходя из того, что анализ дорогой, поэтому можно не смотреть витамин Д. А как правильно? Правильно смотреть. Через какое время? Сколько должно быть? Через два месяца на фоне терапии. На фоне терапии? Через два-три месяца уже нужно смотреть, да. Все, это все, что я хотела услышать. Спасибо. Если снижены цифры, мы сделали анализ на витамин Д все-таки в крови, и там снижены цифры. Вот какие дозировки будут, на какой срок? Опять-таки, насколько снижены? У нас есть градация дефицит, недостаточность. Да, да, я хочу услышать. Если у нас дефицит… При такой цифре такая… Ну, это прописано, у нас есть рекомендации по назначению препарата витамина Д. Если у нас дефицит, соответственно, это 50 тысяч международных единиц в неделю вы назначаете пациенту. В течение двух месяцев. И далее уже по рекомендациям уменьшаете дозу. А где можно эти рекомендации? На сайте эндокринологического научного центра они висят. Нет, но перед операцией боли у нас уже хорошо. С одной стороны, кроме инсулина, очень страшно назначить, что там… Да, да, да. Или просто в интернете, если наберете рекомендации по витамину Д, будет. Пожалуйста. Нет вопросов больше ни у кого? Тогда разрешите всех поблагодарить. Мне кажется, было очень интересное сообщение. Спасибо всем большое. Удачных выходных. А кто может быть? Спасибо.